я вас приветствую на своем youtube канале как всегда темы 18 плюс я приготовила салат теплый с осьминогом сейчас перечислю что у меня здесь значит осьминог я отварила потом чуть-чуть я его поджарил на сливочном масле потому что гриль сковородки у меня к сожалению нет дальше здесь картофель обжарила до полуготовной до полуготовности отварила потом обжарила листья салата рукла зелень заправила это соусом тысячи островов но он идеально кстати сюда вписался черри и естественно уже я пригубила приготовки красного вина я знаю что красное вино это к мясу я не люблю белое к морепродуктам и салатом чин-чинь мои хорошие сегодня тема меня вообще возмутило представление и разговор о том что настоящих женщин уже не осталось я сейчас вам объясню чин-чинь мои хорошие кто будет ужинать приятного вам дня наткнулась я значит в тик токе же сижу вы знаете моя страница будет ссылка если кому-то интересно мои видео посмотреть наткнулась я на такой прямой эфир где мужчины обсуждают женщин это очень интересно послушаешь со стороны как же мужчины дан она со женщинах думают как они размышляют это же мужчины вообще отдельное отдельное государство которое думает не так как женщины на самом деле это не секрет это не секрет да мы абсолютно разные но меня возмутило о том что они весь эфир ну там они это двое мужчин обсуждали том что женщин не осталось настоящих верных женщин не осталось да тут я конечно обсираю мужчину обсираю за какие-то определенные поступки обсуждаю здесь отношения до рассказываю но ну блин черт побери это настолько вот глупо их было слушать что мне хотелось влезть в этот спор влезть этот спор и нормально адекватно объяснить мужчинам как и что что совсем все по-другому ну не знаю это палка о двух концах или как но сначала я хочу попробовать свой салат из осьминога а еще это необычный салат здесь еще колбаса салями этот салат я ела в сочи когда ездила к своей подружке ну нам очень понравилось ну примерно я повторила этот шедевр нежнейший осьминог боже мой это вкуснее чем мы ели колбаса салями овы ойти рукала это экзотика вкусно короче мужчины тверд твердили на протяжении всего эфира о том что женщин верных верных женщин не осталось какие доводы они приводили то есть в принципе конкретики до такой то не было что значит для них вот верность верность это преданность да они имели ввиду чтобы женщина была им предана но вы знаете вообще как практика показывает как я считаю что женщину вывести вообще на измену своему мужчине это надо еще постараться но мы все-таки разные до мужчине мужчины чаще всего изменяет нам ну вот потому что они говорят вот ну нам надо же но мы же мужчины вот нам надо нам надо блять писечку другую видеть нам надо значит в стрель пойти налево либо снять девушку себе да либо завести любовницу но это так удобно вот нам надо нам уже жена вот так женщины женщины вообще по-другому мыслят женщины чтобы мужик должен вывести да на какую-то измену но они твердят о том что женщина настоящих не осталось ну вот как-то странно на самом деле и один из кто был на прямом эфире мужчина значит говорил о том что вот как распознать к а что у него был вопрос такой что вы должны как вы должны чтобы вернее должны сделать чтобы вас мужчина заметил понял что высота самая что вы должны сделать вот у него был вопрос такой то есть при первой встрече ну во первых смысле я должна что-то сделать я должна что-то сделать типа хорошая благородная чтобы меня заметил мужчина это так вообще мне кажется что мужчины изначально смотрят первое на внешность женщины смотрит ее фигуру подходит ли она ему какие мужчины разные женщины нравятся вот ему там такая-такая да потом уже в в общении ты понимаешь на твой ли это человек либо не твой то есть баба может сидеть тупить тупая быть как пробка боже мой какой это лучше чем ресторане либо тарахтеть и ему не нравится что она много разговаривает рассказывает о себе рассказывает о бывших блять что вот он имел ввиду что она же вот я вот такой вот пиздатый вот мужик и почему что должна девушка сделать чтобы я обратил на нее внимание это да да поддакивает да 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 и он говорит ой вы все тупые вы не можете ответить на мой вопрос а почему что должна сделать женщина вот вы все тупые нет 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 вы такие потом подключается но там эфир это можно подключиться еще там двум людям и значит подключение подключается женщина уже возрасте и она говорит в принципе она говорит очень правильный да очень правильные слова о том что вот женщина там должна хранить семейный очаг быть верной своем мужчине ждать его что-то случится вдруг он попал в тюрьму воспитывать детей плюс еще она должна быть самодостаточной бла 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 то есть в принципе да в какой-то степени я конечно с ней согласна женщина вот но мне не нравится должна должна до или мужчина должен должен немножечко мне кажется надо какое-то другое вот слово подобрать к этому а вам не кажется что а ну подождите сейчас договорю этот она говорит да 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 тот начинает ее поддерживать о том что вы верны там ну женщина я говорю ну лет под пятьдесят может быть 40 чем-то такие и вот я жила с мужем 23 года ну да мы уже мы разошлись так бывает это судьба то есть она склоняется все выводит это на судьбу что это судьба вот там это не я не он виновата возможно возможно но судя по ней так понимаю что женщина все 23 года забила хуй на себя извините да ублажала своего мужа да там жопу своим деткам вытирала нянчилась растила 23 года с ним прожила тут еще неизвестно изменял он ей или нет вот и это все ведется знаете к тому что ты женщина вот так так должна а я просто мужик то есть там не слово было о том что меня мужчина поддерживал он был хорошим отцом он был хорошим мужем у нас было регулярный секс я не нуждалась там ни в чем бывает так что люди расходятся потому что они перестают себя любить если бы это звучало так я бы еще ее поняла но из женщин но из у женщины звучало только мы ой только я я должна женщины должны женщины вот я воспитываю сына скоро его там девочку он приведет надо его значит женить не осталось все все и вот знаете акцент идет все с губами и это из-за губ блять не кого блять не на кого посмотреть понимаете но это настолько смешно то есть во всем виноваты женские губы которые женщины девушки да себе делают хорошо они что не затронули пластику носы жопа сиськи вот такие женщины плохие с губами вообще ужас невестку не найти у них только губы 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 на уме типа я такая красивая вся такая хорошая ты иди зарабатывай а я буду там дома дома сидеть но это из их слов я понимаю каждый судит рассказывается своего опыта да послушать послушать меня мои видео то это вообще будут тогда по мне скажут что у меня в жизни одно было разочарование какие-то были которые меня там не любили обманывали и не знаю все остальное какие-то извращенцы и все но при этом при этом я не разочаровалась в мужчинах но в плане того что мне я могу сказать так и так потому что это было я же не могу сидеть и говорить ой но все они такие классные алые цветочки у всех вот такие дубины все все так классно в сексе было все они меня обеспечивали нет я так не скажу потому что это жизни и блин я рассказываю то что оно есть было и рассказываю другие истории не может быть не могут быть все идеальные ну бля мне хочется сказать вы не охуели мужики суть в том что смотрите начинаешь общаться с парнем общаешься серьезных отношений у вас нет и там говорили о том что девушка не должна флиртовать с другими парнями ни в коем случае да вы с ним поёбываетесь вы с ним в кино ходите но ты не должна ни с кем флиртовать ну я не говорю там про секс про отношения просто до флирт что такое флирт это когда мы просто можем улыбнуться кому-то да сказать там по заигрывать немножечко это флирт такой нет а ничего что мужики не сейчас это всегда так было всегда либо лапшу на уши навешают о том что у вас блять я тебе раз в неделю с тобой блять куда-то хожу на же отношения а сам серьезных серьезного шага там я не знаю ухаживания каких-то этого нет то есть я могу сказать так мужики охуели охуели в край мало того что они баб используют только для секса а при том что они скрывают они там не говорят знаешь дорогая вот ну я не хочу серьезных отношений мне вот ну вот мне надо по физиологии мне надо тебя там выебать на грубо говоря согласна ли то на это просто вот мы с тобой ебаться это одно ну когда он начинает ты же моя хорошая ой ну ты же моя моя знаете такой потом не берет трубки потом он исчезает на 3-4 дня на неделю может на две недели потом приедет ой я так занят был слушай ну пиздец такие дела блять проблемы куча дел ой ну вот сейчас приедет вас выебят а ты значит его должна сидеть как верно ты же женщина ты же женщина ты обязана обязана сидеть ни с кем не флиртовать то есть это я говорю из их слов из их то что я услышала на прямом эфире и вообще я в шоке блять смысле мужики в крае охуели мало того что их нет половина сидит блять в тюрьме половина блять наркоманов алкашей и вот из этого блять там десяти процентов один процент сидит еще и выебывается и говорит о том что женщин не осталось женщин не осталось понимаете а то что куча достойных красивых умных нельзя отличных женщин девушек сидит и говорит о том что мужиков нет это их не волнует то есть во всем война эта женщина ты должна сидеть положить на алтарь свою свою жизнь и тогда ты будешь хороший ака для кого хорошей кому-то нахуй нужна если он упрется через 15 лет к молодой любовнице или просто коллеги по работе потому что она более интересно и он с ней проводит постоянно время кому это надо чтобы женщина положила на алтарь себя вот то что она кому хорошая для кого ну только для детей давайте только дети это возможно оценят и мне так хотела знаете из-за чего еще в спор или что-то пью и не ем но я впечатлена этим эфиром потому что мне надо было туда залезть хотя другой стороны что надо было для кого кому это надо было осьминог осьминог пора ресторан правда свой открывать боже мой то есть муж и мужчина вообще любят с ради девушек которые вот вы все шлюхи вы одеваете короткую юбку вы открываете 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 да свои прелести если есть что показать все шлюхи практика показывает такая практика на самом деле по себе как только я одеваю что-то вызывающее хотя мне это не свойственно я человек такой больше на спор да это я для видео как-то там стараюсь ну да ну не важно не обо мне речь только я открываю там что-то короткое одеваю что-то вызывающее что-то сексуальное да я тут же ловлю на себе взгляды во первых на себе взгляды мужчин во вторых я со мной тут же хотят практически да там мужчины многие познакомиться ну а когда я пришла такая ну чисто знаете на расслабоне в спортивке там в капюшоне со мной не только не хотят познакомиться на меня в принципе могут даже не обратить внимание девочки ну согласитесь со мной вот ну напишите в комментарии ну действительно я права то есть ты как только ты вот вот все вот такая вот вся ну ты ж сука ты чё тогда блять вы противоречите сами себе нам не нужны губы нам не нужны переделы нам не надо сиськи письки чтобы баба открывала нам нужна вот вся такая хозяйственная чтобы дома мы от нее блять пахло так вы с таким не знакомитесь в основном вы же с такими не знакомитесь блять о чем речь что сидите блять и пиздите просто вот это вот больше пиздобойство меня вывело можно еще раз похвалю свой салат то есть они обращают внимание на вульгарных и вот знаете и вот это вот лицемерие мне больше всего бесит ой ваши ресницы нарощенные ваши волосы нарощены кому это надо так вот приходишь в ресторан вы в 90 процентов сидите если вдвоем с такими девушками именно с такими девушками вы сидите а зато блять где-то в компании где-то сидишь они обсирают ой слушай чё она на себя налепила там ну чё это чё за губы чё у неё а зачем она вот это вот свисток свой свисток накачала для чего чтобы хуи сосать хорошо ну то есть вот такое скоро ну явно не за мной я еще в себе я девочки я пока в себе скоро не за мной но чую от таких вот эфиров я как понаслышишь мужиков муж правда лесбиянку уже стать ну как предыдущее видео я ну я хуею я хуею товарищи то есть мужчины обвиняет во всем женщин из-за губ из-за губ понимаете на которые губы они сами блять обращают внимание в первую очередь вот это вот знаете двойственность меня это убивает картошка в соус я не говорю что нет таких женщин которые не изменяют и хуйня конечно есть есть эти женщины них есть что их малый процент в основном женщина как вот ну правда мы когда знакомимся начинаем общаться с парнем мы уже где-то в мысленно мы представляем нашу свадьбу детей там вот это сюсю мусю романтические отношения поцелуи какие-то то есть мы не мечтаем я сейчас этим воськом пересплю дам ему а потом пойду дальше кальку может у калька там побольше повкуснее писечка чем у у васи да нет такого женщина начинает отдаваться сразу же а это не надо вот они любят стерв они любят суки чтобы суки мы суками мы были понимаете вот так так и надо ой девчонки расскажите что там по этому поводу вы думаете скажите права я не права комментарии пишите жду вашего я хочу обратной связи обязательно ставьте лайки давайте чинь чинь мои хорошие вот такая тема эфира давайте жду вас в комментариях у себя на ютубе все пока пока пока